Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! Друзья, с вами Алексей Лосенков И как всегда в это время мы слушаем 12 невыдуманных, веселых и удивительных историй И первая, как обычно, от меня История первая Вот что приключилось недавно со мной и моими внуками Их у меня двое, Тима и Женя Как и всякий любящий дед, я их частенько балую Например, разрешаю смотреть мультики перед сном И вот как-то вечером посадил я Тиму на диван и включил мультфильм Но что-то сбилось в настройках И герои вместо русского языка заговорили на английском Тима смотрел-смотрел, а потом и спрашивает Дед, а почему я ничего не понимаю, что они говорят? Ну, это потому что ты устал, придумал я ответ на ходу Вот отдохнешь, поспишь, а завтра утром снова попробуем посмотреть Утром я показал этот же мультик, но уже на русском языке И теперь Тима верит, что от усталости Можно перестать понимать, что говорят герои мультфильмов Прямо как в пословице Утро вечера мудренее Ну, а теперь перейдем к историям, которые прислали мне вы Специально для программы Вот ведь удивили! Все истории, что вы присылаете На самом деле произошли с вами, вашими друзьями, соседями, родными А также с вашими кошками, собаками, попугаями, рыбками Ну и так далее и тому подобное Кстати, для тех, кто пока не знает, рассказываю Оставлять ваши истории можно либо на страничке нашей программы На сайте дети.фм И сделать это можно, кстати, в любое время Либо можно присылать к нам на WhatsApp, Viber и Telegram Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь С помощью мессенджеров мы принимаем истории по пятницам В рубрике «Удивили» Она выходит в утреннем шоу у Веснушки и Кипитоши Ну что, готовы? Мне уже не терпится поделиться тем, что вы прислали на этой неделе Давайте начинать! История вторая Под названием «Страдание» Насте шесть лет Она еще ходит в садик Каждый вечер, вернувшись домой, она делится с мамой новостями На днях Настя говорит А у нас в садике решили поставить спектакль «Муха-цокотуха» Сегодня роли раздавали О, это очень хорошо, говорит мама И какая роль досталась тебе? Я буду играть бабочку, гордо отвечает Настя Буду красивая, с крыльями, ходить по сцене А тебе разве не хотелось бы сыграть муху? Спрашивает мама Зачем? Ее паучок уволок в уголок Не нужны мне эти страдания За эту историю я говорю спасибо Алине из Костромы Маме главной героини Насти История третья Под названием «Не верь ощущениям» Ее нам прислал Александр из Санкт-Петербурга Папа мальчика Тихона Однажды я пришел пораньше с работы и решил забрать сына Тихона из школы Тихон учится в первом классе Пришли мы домой, сели обедать И тут Тихон спрашивает Пап, мы сейчас шли с тобой по улице Погода была какая-то непонятная Вот интересно, а сколько там градусов? Ну, я стал смотреть прогноз погоды в телефоне и читаю Сейчас на улице минус два, но ощущается, как минус пять Тихон подумал и говорит Понятно Знаешь, пап, мне сегодня в школе за поведение два поставили Но ощущается, как пять История четвертая Под названием «Почему Санкт-Петербург так называется» Мама и ее сын Арсений живут в Санкт-Петербурге И вот как-то осенью в городе установилась Удивительно сухая и солнечная погода Идут Арсений с мамой по улице И мама говорит Ну надо же, как у нас в Петербурге солнечно Неудивительно, отвечает Арсений Разве ты не знаешь, почему наш город так называется Санкт-Петербург Мама сделала вид, что не знает и говорит Нет, не знаю, сынок, расскажи Да все просто, мам Сан по-английски солнце То есть Санкт-Петербург солнечный город За эту историю я говорю спасибо маме Ольге И ее сыну Арсению Из солнечного Санкт-Петербурга Кстати, если у вас тоже есть интересная история И вы хотите, чтобы она прозвучала на детском радио Заходите на страничку нашей программы На сайте дети.фм И рассказывайте С вами Алексей Лосенков И 12 невыдуманных, удивительных историй От наших слушателей в программе Вот ведь удивили Как известно, попасть в историю Может абсолютно любой человек И знаменитости здесь не исключение Пожалуй, в их жизни они случаются даже чаще Так почему бы им эти истории нам не рассказать? Давайте позвоним певице Ёлке Обаятельная обладательница красивого голоса И отличного чувства юмора Все вы прекрасно ее знаете И любите ее песни Звоню История пятая Звезды удивляют Привет, Ёлка Я очень рад, что мы тебе дозвонились И уверен, что ты нам расскажешь Очень интересную историю Можем Здравствуйте Мы тебя слушаем В детском саду я очень хорошо помню Я вот прям оскорбилась Это была первая моя серьезная обида в жизни На тихий час Нас уложили всех, как обычно, на раскладушечки И воспитательница вышла со словами «Ведите себя хорошо» Это была ошибка, естественно Потому что, как обычно, все повскакивали Начали барагозить А я была каким-то очень послушным ребенком Мне казалось, что если взрослый сказал, что надо вести себя хорошо То надо постараться вести себя обязательно хорошо То есть я вжала голову в подушку Я зажмурилась И я пыталась не реагировать на провокацию И кто-то из девчуль, прыгая на раскладушке, орал какую-то песню Вот прям во все горло, очень громко И воспитательница, когда вернулась Она всех, конечно же, наказала Она всех наругалась И говорит, и вот громко так петь зачем было Лиза И поставила меня в угол Как поющего человека То есть как бы по умолчанию Она меня наказала И мне было очень обидно Не потому что я этого не делала А потому что, как она могла подумать, что я так отвратительно пою Это была певица Ёлка И ее история Пострадала за талант Или я так плохо не пою Вот ведь удивили С вами Алексей Лысенков И я продолжаю знакомить вас С удивительными и забавными историями Которые вы рассказываете на страничке нашей программы На сайте дети.фм А также присылаете по пятницам К нам в WhatsApp, Viber и Telegram В рубрику «Удивили» Которая выходит в утреннем шоу У Веснушки и Кипитоши Единый номер наших мессенджеров Плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь Ноль девять шесть восемь Следующую историю Которую прислали Марина и ее дочка Снежанна из Зеленограда Я назвал Перелетные птицы История шестая У нас в семье две дочки Младший, Снежанне, четыре годика А старшая уже студентка Дело было осенью Старшая поступила в институт в Москве И мы, родители, очень переживали Как же наша студентка будет самостоятельно добираться Ведь живем мы в Подмосковье Дочь нас успокаивала Не волнуйтесь, родители Час до Москвы на «Ласточке», а дальше на метро И я на месте Для тех, кто не знает «Ласточка» — это название электрички Младшая Снежана слушала-слушала А потом и говорит Ничего у тебя не выйдет, сестренка Все ласточки уже на юг улетели История седьмая Настоящий руководитель Наш папа работает руководителем, пишет нам Сережа Когда ему звонят с работы Он громко говорит и машет руками А мама над ним подшучивает Папа у нас настоящий руководитель А еще, продолжает Сережа У меня есть сестренка Ей четыре года и она ходит в детский сад Однажды в садике детям дали задание Рассказать, кем работают их родители И вот сестренка говорит Мой папа работает руководителем Ну хорошо, отвечает воспитательница А что он делает? Как что? Гордо говорит сестра Руководитель он руками водит За эту историю мы говорим спасибо Сереже Ему десять лет и живет он в Краснодаре История восьмая Я назвал ее Домашняя муха В нашей семье недавно появилась собака Маленькая, черненькая, суетливая Ну и кличку мы ей дали Муха Однажды отмечали мы день рождения моей младшей сестры Кати Приехали гости А муху заперли в детской, чтоб под ногами не вертелось И вот один из гостей, что пришел позже всех, спрашивает сестру Катя, а у тебя есть какое-нибудь домашнее животное? Конечно, отвечает сестра И что же это за зверь? Продолжает раз спрашивать гость Муха Эм, просто домашняя муха? Удивленно спрашивает гость И что же она у тебя ест? Ну, когда косточки, когда сухой корм Сестра позвала муха, муха И в этот момент в комнату ворвалась наша собаченция Все все поняли и засмеялись Эту историю нам прислала Катя из Калининграда За что ей большое спасибо Вы слушаете Детское радио С вами Алексей Лысенков И 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей В программе Вот ведь удивили! Вы знаете, я очень люблю узнавать Всякие интересные факты из жизни великих людей Порой попадаются очень забавные истории Одной такой историей я с вами сейчас поделюсь История девятая История из истории Речь пойдет об Энрико Карузо Это был выдающийся итальянский оперный певец Тенор Ну, так называется его голос Он, кстати, стал первым певцом Творчество которого было записано на пластинку И осталось для потомков Так что попросите у родителей Чтобы они дали вам послушать, как он пел Уверен, вам понравится Ну, а теперь я расскажу Что однажды произошло С этим знаменитейшим человеком Энрико Карузо Как-то раз Всемирно известный певец Карузо Пришел в банк Он хотел снять со своего счета деньги Когда он подошел к окошку кассы То обнаружил, что забыл свои документы А кассир и говорит Сеньор, я не могу выдать вам деньги без документов Вдруг вы мошенник Как вы думаете, что сделал Карузо? Побежал домой за паспортом? Нет Он начал петь Браво, браво, восторженно сказал кассир Это лучшее подтверждение вашей личности Сам Карузо позже сознался Еще ни разу в жизни Я так не старался петь Впереди вас ждут еще три истории Я назвал их Талантище, трудности перевода и дачная зоология Как вы думаете, о чем они? Не будем гадать Начинаю рассказывать Предлагаю вашему вниманию историю, которую прислала мне мама Люба и ее дочка Света из Новосибирска История десятая Талантище Дочка Света очень хорошо рисует Ее папа гордится этим и часто гладит Свету по голове, приговаривая Ты у меня талант И вот как-то папа спрашивает Свету Света, мы хотим, чтобы ты ходила в кружок рисования Будешь учиться рисовать? Как ты к этому относишься? Света удивленно смотрит на папу и говорит Ходить в кружок? Зачем? У меня талант уже есть История одиннадцатая Трудности перевода Эту историю нам прислал Михаил из Хабаровска Он папа главной героини Как-то к нам в гости приехал знакомый американец Его пригласила мама Американец этот изучает русский язык Особенно его интересует русский фольклор Сказки, пословицы, поговорки И такие выражения, которые не переводятся на английский слово в слово Как-то сидели мы на кухне Дочка тоже была с нами И стали говорить о русских песнях Американец спрашивает у мамы А ваш ребенок любит петь? Любит, только не может, говорит мама Ей же медведь на ухо наступил Американец притих Перестал улыбаться Потом встал Подошел к дочке Погладил ее по голове И говорит Бедняжка Как же это могло случиться? Медведь Наступил на ухо Тебе, наверное, больно было Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ Напомню, что присылать истории из вашей жизни На детское радио можно либо на WhatsApp, Viber и Telegram по пятницам Когда в утреннем шоу у Веснушки и Кипитоши Выходит рубрика «Удивили» Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь Либо их можно оставлять на страничке нашей программы на сайте дети.фм В любое удобное вам время Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы прислали слушателей из Санкт-Петербурга Шестилетний Гриша и его папа Вадим История двенадцатая Дачная зоология У нас есть дача Она хоть и старенькая, но очень уютная и теплая Особенно, когда топим печку Мы всей семьей очень любим туда ездить Зимой встречаем на даче Новый год Наряжаем елку Она у нас прямо во дворе растет Вокруг все белым-бело Красотища И вот как-то приехали мы перед Новым годом на дачу Мама зашла в дом первый И тут мы услышали страшный визг Вбежали в дом и видим Мама сидит на диване, поджав ноги Папа спрашивает, что случилось? Там в углу мыши, дрожа отвечает мама Папа сел к маме на диван Обнял за плечи и стал успокаивать Да нет, успокойся, это не мыши Это тараканы А почему, почему они тогда такие пушистые? Спрашивает мама Так здесь же холодно Спокойно отвечает папа Вот они в шубке и приоделись Ну вот и все на сегодня С вами был Алексей Лысенков И 12 невыдуманных, удивительных историй В программе Вот ведь удивили!